В прошлое наше видео мы говорили о том, какой большой бэклог, сколько тысяч, сотен тысяч людей ожидают в свое интервью в США, и мы говорили о том, как все-таки нужно терпение и некоторые позитивные моменты, что может переломить эту ситуацию. Одно из позитивных моментов — то, что набирают все время новых сотрудников, увеличивают штат миграционной службы ОСС, с тем, чтобы больше людей могли проходить интервью. И другой момент — я отмечал, что также делаются попытки перекрыть южную границу США от основной лавины беженцев, которая исходит все-таки из тех стран. И многие, наверное, задаются вопросом, насколько это вообще важно — перекрытие вот этой южной границы. Почему для администрации Трампа это настолько принципиальный момент? Потому что многие из нас, кто живет в больших городах, такие как Майами, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон или Лос-Анджелес, Сан-Франциско, они думают, что у нас беженцев очень много среди наших знакомых, которые не испаноговорящие, которые там или из бывшего Советского Союза, или там китайцы, индусы и так далее. И поэтому кажется, что на самом деле многие беженцы прилетают на самолете, у них есть виза, не подаются, и их тоже сотни тысяч. Но на самом деле это не так. Недавно также была опубликована статистика о том, какой процент беженцев, соискателей на политубежище поступают со стороны латиноамериканских стран, ну и вообще поступают в США. И давайте посмотрим эту статистику, и нам многое станет сразу понятно с вами. Итак, давайте приступим. Итак, у нас есть топ 10 стран, откуда поступают беженцы, и этот топ достаточно интересный. На первом месте это, естественно, Венесуэла, и получается, что в сентябре 2019 года, а это данные на сентябрь 2019 года, мы это будем брать как отправная точка, потому что сентябрь это всегда начало фискального года, и поэтому многие отчеты, они рисуются как раз от сентября по август. И вот мы видим, что всего в сентябре зашло 5100 человек в США, подались на убежище. Из них венесуэльцы это 1351, то есть это практически каждый четвертый, 26% были венесуэльцы. Ну, понятно, что сейчас творится в Венесуэле, мы все знаем, там ужасная история. Конечно, у них нет ни у кого практически визы в США, они все идут ножками через Центральную Америку и подходят к границе с Мексикой, и там просят убежище. Кому-то удается попасть на территорию США, но большинство ждут своего интервью и решения, находясь на территории Мексики. Вторая страна это Китай. Ну, понятно, это такая диктатура, мягкая, но диктатура. Большинство китайцев также не имеют визы, хотя многие имеют. Как мы знаем, многие китайцы приезжают по одному паспорту, то есть паспорта пачками передают обратно в Китай, и люди по этим паспортам с визами опять едут, рассчитывая, что все китайцы одинаковые. Но сейчас это уже плохо работает, потому что компьютер достаточно четко определяет, плюс есть отпечатки. Но большинство китайцев все-таки попадают также через мексиканскую границу, и они занимают почетное второе место в этом рейтинге, 18%. Но дальше все очень просто, у нас есть Гватемала, это 13% беженцев в США, которые вообще поступают, это Гватемала. Гватемала, опять же центральная латинская страна, Эль-Сальвадор. Сальвадорцы очень не любят, когда их страну называют Сальвадором, они очень обижаются, все время подчеркивают, что мы не Сальвадор, мы Эль-Сальвадор. Так вот, сальвадорцев получается 8% беженцев в США было на сентябре 2019 года, мы понимаем, что это практически статистика, она не меняется последние несколько лет. Ну, волна идет чуть больше, чуть меньше, но неважно. Гондурас 8%, Мексика 6%, Колумбия 5%, Индия 5%, Гаити 4%, Нигерия 3%. Из этого списка выделяется у нас Нигерия, Индия и Китай. Вот эти практически три страны, которые так же, как и все перечисленные в списке, практически все они попадают в США через мексиканскую границу. Те, кто были в лагерях для беженцев в США или еще в Мексике, они отмечают, что да, они в основном там практически единственные оказываются русскоязычные, ну, с кем мы общались. То есть, в основном это, естественно, Латинская Америка, широкий спектр, плюс Китай, плюс Индия, плюс Нигерия. Ну, они говорят Африка, но под Африкой подразумевается Нигерия, потому что в основном нигерийцы могут попасть в Мексику дальше для подачи на убежище. Итак, мы понимаем, что на эти топ-10 стран, как мы видим, приходится 95% всех беженцев, которые попадают на территорию Соединенных Штатов и просят о Салем, или рефриджи, можно сказать. И все остальные страны, это только 5% от общего списка. Получается, в эти 5% входят и все страны бывшего Советского Союза, включая Россию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и прочее. Это другие страны Африки, это вся Азия, это сирийцы, всякие ливанцы, там, все кому не лень. Это получается, что вот эти 5% это, по сути, только, ну, 20-я часть от всего вот этого вот списка. Поэтому, на самом деле, если вам кажется, что русских очень много проист-убежище, это не так. В процентном соотношении это далеко не так. Это капля в море, поэтому, на самом деле, правительство США могло бы и пренебречь вот этими 5%, лишь бы что-то сделать с этими 95%. А практически все они попадают на территорию США как раз через мексиканскую границу, через южную границу США. Поэтому понимаем, почему сегодня Трамп пытается строить стену, лагеря, почему Помпео ездит в Мексику договариваться, чтобы беженцев не пропускали. Почему США в одностороннем порядке признала Мексику безопасной страной, хотя Мексика себя не признает. То есть, сегодня США ожидают, что вначале человек должен подать на убежище в Мексике, а потом уже в США, если получит отказ в Мексике. Мексика возьми, да и не дает отказа в убежище, в основном всем дает позитива, потому что им не жалко. Никакой социальной нагрузки государство не несет, работы все равно нет, поэтому им от них не убудет, так сказать. Также мы знаем, что большое дело было сделано с Гватемалой. Гватемала признала себя третьей безопасной страной, опять же, под давлением Помпео, под давлением Госдепа США. Соответственно, сегодня все, кто идут через Гватемалу, напомним, что это страна, которая идет сразу перед Мексикой, если подниматься с юга, со стороны Латинской Америки. Получается, все, кто подходит к границе сегодня США, венесуэльцы, эль-Сальвадорцы, Гондурас, Колумбия, Гаити, возможно, многие прилетают, многие там попадаются, сначала Латинскую Америку, потом вынимаются. Итак, если все эти страны, народы, точнее люди, которые идут из этих стран, проходят через сторону Гватемала, то, подходя к границе США, им говорят, дорогой, ты был в Гватемале, ты безопасная страна, они сами себя признали третьей безопасной страной, ты должен был там податься на убежище, поэтому, пожалуйста, возвращайся туда и там подавайся. И хотя сегодня Мексика не признает себя третьей безопасной страной, США ее признали в одностороннем порядке, поэтому сегодня не так же говорят, ты был в Мексике, надо было там подаваться на убежище и там получать убежище или отказ. А вот уже с отказом, милости просим. В связи с этим часто задают вопрос, а что быть, если человек получил в Европе отказ и прилетел через Мексику и заходит в США и просит убежище. Часто на это смотрят так, что ты уже один раз подавался на убежище, получил отказ, мы тебя будем рассматривать. Мы сталкивались с такими случаями, что их рассматривают нормально. Не принимая во внимание, что они в Мексике могли податься второй раз на убежище, а не в США, находясь на границе. Но если человек до этого не подавался на убежище, не получал отказы, это тема отдельного разговора, мы уже с вами это как-то обсуждали, было большое видео на эту тему. То если человек таким образом прилетает в Мексику и идет на границу с США, то его даже могут пропустить в США, но при этом дать ему не статус ассалим, а в лучшем случае вот холдинг оф ремувал, о чем тоже у нас было одно из недавних видео. Такой статус, который на самом деле не ведет ни грин карте, ни гражданству, такой зыбкий статус и при любом шансе тебе будут пытаться обратно отправить или на родину, если все нормализуется, или в какую-нибудь другую безопасную страну, которая захочет тебя принять. Конечно, сегодня пока нет таких стран, которые готовы принимать беженцев от США, но не стоит обольщаться, потому что такая же история когда-то была с Австралией. Австралия договорилась с некоторыми странами, типа там Науру или Папуановой Гвинеи, и туда теперь отправляют своих беженцев, которые на самом деле достигли берегов Австралии, они их отправляют в разные страны океании по договоренности, и те там сидят в лагерях, им там очень невесело. Так вот, США таким образом может договориться с какими-нибудь странами Латинской Америки, что они за неплохие деньги будут принимать к себе беженцев, которые попадают на территорию США, и вот тогда будет песня. Тогда будет весело, потому что, в кавычках, естественно, это может кончиться тем, что вот огромное количество людей, которые сегодня подходят к территории США, или попадают в лагеря, и которые получают статус withholding of removal, если какая-то страна пойдет на сделку с США, то их могут отправить в эту страну легко. Ну, будем ждать, это так в планах пока у них, но пока сегодня, если к нам попадают клиенты, которые получают статус withholding of removal, это обычно те, кто прошли через границу Мексики, подались на территории США, при этом не подавались на убежище в Мексике, или по каким-то любым другим причинам у них вот этот нехороший статус, то, ну, все-таки мы стараемся подавать апелляцию всегда, и надо пытаться получать нормальный статус осалим, который уже к чему-то нормальному ведет, ну, по крайней мере, к легализации, гражданству и так далее, и так далее. Ну, вот так вот, коротко сейчас получилось пройтись по статистике тех стран, которые у нас лидеры по подаче на убежище в США, я думаю, это тоже очень полезная будет информация, особенно для тех, кто сегодня чувствует, что на него сфокусировано все внимание миграционной службы, я думаю, что из-за таких, как он, страдает система перегружена, скорее всего, я думаю, что вы входите в то процент, маленький, 5 процентов, которые на самом деле не делают большой погоды, а вот в общем вот состоянии, в котором сейчас оказалось США в отношении большого наплыва беженцев. Хотя, конечно, меры, которые принимаются против этого наплыва, они касаются не только этих 95 процентов, но касаются и тех пяти всех, все могут пострадать, ко всем начинаются меняться отношения, ну, это отдельная история от другого нашего видео какого-нибудь. Ну, всем хорошего дня, с вами Аси Адженси и адвокатский офис Анастасии Сак, всем пока! Спасибо за просмотр, не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал.